Еще четыре года назад никто не мог подумать, что именно так украинцам придется отстаивать независимость нашего государства. За это время многое изменилось. Все больше молодых людей и девушек уходят на фронт, защищая суверенитет Украины. Андрей уверен, воля к победе украинцев в крови. Ведь много лет назад с оружием в руках свободу нашего народа отстаивали запорожские казаки. Сейчас связь со свободолюбивыми предками чувствуется особенно остро, говорят воины АТО. На концерте, посвященном Дню независимости Украины, артисты постарались выразить эти чувства в танце. Слова благодарности в адрес воинов, которые сегодня отстаивают независимость Украины, звучат от представителей местной власти. Отмечают, победы и сохранение мира зависят от каждого украинца. Воля и стремление к победе – это то, что сегодня объединяет украинцев в одну большую семью, уверен городской голова Запорожья Владимир Буряк. Мы должны знать, мы должны это через сердце пропускать, что у нас одна барикада, одна независимость Украины, и другая у нас немало. Только в этом наша сила. Когда мы будем все рады, а мы это умеем, я в этом уверен. Я хочу всех приглашать вас с святом, с великим святом, миром, добром, добром году в нашей стране и каждой семье. Героям антитеррористической операции вручили грамоты, медали и ордена. После торжественной части стартовал праздничный концерт. Сегодня главная задача – сохранить независимость нашей страны. В этом уверены и воины, а то и казаки, и простые запорожцы. Правда, условия сохранения свободы у каждого свои. Не необходима культура, мистерство, экономика, бизнес, нормальные, честные законы и борьба с коррупцией. Украинцы, первое, должны объединяться для каких-то базовых ценностей. То есть и независимость, и суверенность, и, конечно, свободы. То есть те понятия, которые мы уже не первый год отстояем. Дарья Куплеченко, Сергей Чалый, ТВ5.